Привет, мои биатлонные друзья! Завтра должно состояться очередное заседание правления СБР, где помимо вопросов формирования тренерского штаба сборной России и состава сборной команды на следующий сезон, будет рассмотрен очень важный вопрос относительно полномочий президента СБР Владимира Драчева, в деятельности которого исполнительный директор Сергей Гориков выявил ряд финансовых нарушений, в частности, то, что водитель его жены полтора года получал зарплату в СБР и числился его сотрудником. Поэтому, конечно, этот вопрос будет рассматриваться, а также, как и письмо ветеранов биатлона, которые подписали прошение Драчева подать в отставку. Письмо это было инициировано группой лиц, но далеко не все оказались подписантами, то есть некоторые потом отказались от своей подписи, и мнения до сих пор расходятся, то есть по версии Драчева там подписало вообще там 6 или 10 человек, часть из тех, кого он отмел в публикации советскому спорту, все-таки подтвердили свое согласие с этим письмом, поэтому тут ситуация такая спорная. Я знаю несколько человек, которые реально отказались, Богалик, Угаевский, я с ними лично разговаривал, то есть, в общем-то, получилась такая чехарда, что часть согласна, часть не согласна, но, как всегда, это бывает с открытыми письмами, я изначально говорил о том, что форма выбрана не лучшая, архаичная, и необходимо было просто поднимать вопрос в регионах, созывать новую отчетно выбранную конференцию. Ну вот вышла такая статья в советском спорте за подписью Степана Охотникова. Конечно, никто не знает такого биатлонного обозревателя, попросту потому, что его нет, а под этим псевдонимом пишет всем известный глава медиаслужбы СПР Константин Бойцов. Это, в общем-то, уже давно секрет Полишинеля, у него выходили публикации в разных изданиях под этим псевдонимом. Вот, например, так выглядит страничка Степана Охотникова на сайте Росбиатлон, где от его имени выходило две статьи. Одно письмо ветеранов против Александра Тихонова, которое также было инициировано Нуждовым, а написано Бойцовым. Ну и, собственно, люди потом также отказывались от подписи после звонков Александра Ивановича, и необходимо было таким образом настроить общественность против Тихонова, показать, что вот один Тихонов, а весь биатлон против него. Ну и вторая статья, это против главного тренера Максима Кугаевского, который тогда еще был председателем тренерского совета, ну и, соответственно, необходимо было его дискредитировать, чтобы оправдать его отставку. Отставка позже, кстати, состоялась. Сейчас вот выходит такой материал в советском спорте, где рассказывается о том, что у Трачева практически отсутствует поддержка. На самом деле так и есть. Говорят, что он уже бегает по коридорам Государственной Думы и ищет сторонников из числа однопартийцев Единой России, которые должны ему помочь. Ну и, в общем-то, это его последняя надежда, потому что если единороссо депутаты еще так с позором выгонят из Союза биатлонистов России, это будет удар по всей партии. Поэтому есть вероятность, что поддержку извне он получит. Изнутри же правления, действительно, как пишет Охотников-Бойцов, поддержка у него слабая. По сути, это Сергей Чепиков и Сергей Тарасов. Два боевых товарища, с которыми он еще выступал. Все остальные члены правления так или иначе вряд ли будут поддерживать Драчеву, поэтому, возможно, разные варианты. Другой вопрос, что по уставу управления нет полномочий призывать президента СБР к импичменту, к отставке или к чему-либо. Да, они могут блокировать как-то его решение, могут принимать свои. Это понятно, большинство голосов у них. Но, с другой стороны, направить в отставку президента они напрямую не могут. Могут это сделать только регионы члены СБР, созвав внеочередную отчетно-выборную конференцию. И вот, значит, этот Охотников пишет в статье о том, что, дескать, не надо кивать на коронавирус, люди и в войну в футбол играли, и концерты проводили, а тут беда-то поменьше будет. Так что же теперь, ничего не делать? И тут же в другом абзаце утверждает, что собирать конференцию – это дело затратное и хлопотное. Ну, почему же затратное, если сейчас в условиях самоизоляции все это можно сделать дистанционно? Сделать видеосвязь, соответственно, отправить всем бюллетени. Так же, как голосование по тренерам, тренерский совет, по сути, собирается, голосование происходит. Точно так же собрать конференцию. Регионы проголосуют за созыв сначала новой конференции, затем точно так же провести процедуру выборов президента. Либо же отложить это на несколько месяцев, когда в стране будет снят карантин. Но вместо этого охотников в угоду того же Нуждова, в тесной связке, с которым он работает в последнее время, и, по сути, работает сейчас против своего официального работодателя Владимира Драчева, он предлагает полумеры. То есть, не проводить отчетно-выборную конференцию, а порешать все направление. Цель-то тут понятна. Отодвинуть Драчева от принятия ключевых решений, а на его место, чтобы поднялся первый его заместитель Нуждов. И таким образом Нуждов получит полный контроль над российским биатлоном. На мой взгляд, если проводить смену власти, то должна происходить полностью. То есть, уходить в отставку должен и Драчев, и полностью правление. И уж точно в этом правлении не должно быть нуждого главного интригана и серого кардинала российского биатлона, который сначала затеял эту тему с контрактами, затем рокировку в тренерском штабе, то есть, решил отодвинуть Хованцева, поставить Белозерова. В результате сложилась такая ситуация, что в мужской команде никто ни за что не отвечал. Тренеры работали как лебедь, рак и щука. Состав на эстафету до последнего не могли согласовать. И в результате команда выступила так, как выступила. Соответственно, все и другие вмешательства Нуждова в работу именно сборной команды. Я не беру его деятельность по развитию детского биатлона, где он действительно делает очень много полезного, проводит замечательные соревнования международные у себя в регионе. Но речь идет именно о спорте высших достижений, где человек, не являясь профессионалом, пытается рулить всеми кадровыми вопросами и так или иначе вмешиваться в деятельность федерации. Пишет вот эти странные письма в IBU, над которыми мы смеялись по поводу Логинова. Причем это письмо пришло через неделю. И смеялся не только я. Ко мне подходили в Раубичах на стадионе люди русскоязычные из наших соседних стран и говорили, у них там что, совсем кукушка что ли уехала? То есть, понимаете, мне как представителю Великой России даже стыдно было слушать такие комментарии об этих письмах. Пришлось идти читать его сокращенную версию на сайте и действительно поражаться всему этому. Поэтому я считаю, что правление должно быть избрано заново и биатлонной семье сейчас нужно как раз объединиться в том направлении, чтобы не допустить вот этого нуждовок власти, что должны быть честные и открытые выборы, чтобы регионы, а не какая-то избранная группа людей решала, кто будет руководить российским биатлоном. Что же касается тренерского вопроса, то также у меня есть свое мнение и определенное соображение по составам тренерских бригад, скажем так. На мой взгляд, они должны полностью измениться и, насколько я знаю, такие варианты по смене старших тренеров также прорабатываются. В частности, вот я позитивно воспринял бы, если действительно мужскую команду возглавит Владимир Брагин, тренер из Ханты-Мансийска, достаточно опытный, современный, который старается идти в ногу со временем. Он успешно работал с Рико Гроссом в тренерском штабе сборной. Вполне также могли бы составить ему компании другие специалисты, но, насколько я знаю, думаю, что Максим Максимов останется в мужском штабе. На резервную мужскую команду могут рассмотреть также югорского специалиста Николая Князева, которого связывают дружеские отношения с Валерием Польховским, и также в каком-то качестве может быть привлеченный его многолетний соратник Роберт Хабуков, который последний сезон работал в сборной Казахстана, а начинал там именно по приглашению Польховского. Что же касается женской сборной, то здесь фаворит однозначный Владимир Королькевич. Я думаю, что он, скорее всего, будет работать в связке с Сергеем Коноваловым, как это было перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Вот, Виталию Норицыну, единственное, я думаю, нуждок попытается найти какое-то место хоть там в юниорской команде или в резервной, хоть куда-то его приткнуть, этого своего ставленника-то, протеже, так называемого, который загубил уже, наверное, 8 талантливых спортсменок за годы работы в национальной команде. Но в резервной сборной, да, также может и Норицын быть, может быть и привлеченный другой специалист, но я лично вот против того, чтобы Норицын работал в системе сборных команд. Если его нуждов так любит, пусть возьмет к себе в регион и делает там с ним что хочет. Что касается идеального тренера для женской сборной, я бы, конечно, вот если брать все кандидатуры, поддержал бы Андрея Падина, потому что его как раз подход оказался достаточно продуктивным. Это показывает результаты мужской сборной Беларуси в прошедшем сезоне, и его увольнение как раз негативно отразилось на команде. Но, с другой стороны, я не думаю, что Падин в такой ситуации сам согласится прийти в Россию. К тому же с уходом Королькевича у него более свободны будут руки работать с белорусскими ребятами полностью к своим планам и реализовывать свою тренерскую задумку. А уж вернуться в Россию можно будет и потом, после Олимпийских игр, когда сменится руководство и, соответственно, можно будет работать в нормальных условиях. Поэтому, вот, да, если уж с Падином вариант действительно не подходит, ну, наверное, Королькевич может быть действительно такой оптимальный вариант из того, что имеется. Хотя, можно было бы рассмотреть и других специалистов. Но, я думаю, Николай Загурский не затеряется. Он уже с 99-го года работает в сборной России. Думаю, что в каком-либо качестве должен остаться. Вот такие у меня мысли, дорогие друзья. Поэтому, будем следить завтра за заседанием правления. А вы берегите себя, подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.